Но сыны Израиля сделали преступление и взяли из заклятого Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Зары из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Иисус, и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток, золото, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что было у него, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус, за то, что Ты навел на нас беду, Господь на Тебя наводит беду в день сей, и побили его все израильтяне камнями, и гнев Господа утих. Давайте послушаем одному из свидетелей этих событий и извлечем какие-то уроки для себя. Будьте благословен. Так получилось. Я рожден в пустыне. Отец давно мечтал о сыне. Четыре дочки, потом родился я. Обычная еврейская семья. Когда я вырос, разводил костер, каждый вечер звал сестер. Вокруг костра мы все садились и Творцу Невестному молились. Отец и мать нам говорили, они рабы в Египте были. Бог вывел их с миры в гордыню, и весь народ повел в пустыню. Отец нам говорил про Егову. Народ поверил в его слову. С Египта вышли все евреи. На Черном море песню пели. Ох, рассказы эти мы любили. Про то, как море проходили, как мана падала с небес, как змея подняли на шесть, как сделали из золота тельца. Но почему ворочали без конца? Мы слушали рассказы про пустыню. Конечно, знали про Ковчег-святыню, про то, как сделал все веселил, для Скини все сам он мастерил. На всем пути Бог людям помогал. От всех врагов народ оберегал. Весь путь до Ханана рассказали, а я не понял, почему ворочали. Такие чудеса вы пережили, по дну морскому проходили. Отца я служил и не мог понять, как вы могли еще роптать. За ропот Бог людей судил, в пустыне их похоронил. Всех тех, кто старше 20, Бог в канал не смог везти. Вот так в пустыне жизнь текла. Об этом говорили у костра, шатры мы ставили, в них и жили. Они убежищем служили. Все общество ходило 40 лет. Бог с ними заключил завет, десяти слов я дал, основной закон. И вот пришли мы в Иерихон. Я слушал, затаив дыхание, одно лишь было у меня желание. Вот если бы мне такое пережить, наверное, смог бы по-другому жить. Спросил я как-то у отца, почему роптали без конца? Тогда не знал еще, что сам такой. И буду недоволен я судьбой. В пустыне мы с семьей дружили. Знаете, в шатры друг к другу заходили. Ахан был главный над семейством. Он дорожил нашим соседствам. Семья большая, дочери невесты. Старались мы держаться вместе. Семья сказал я без обмана, мне дочка нравится Ахана. Отец сказал, вот Иордан мы перейдем, тогда жену тебе возьмем. Хотел быстрее я речку перейти, чтобы жену в шатер везти. Но все растаяло, как сон. Нам на пути встал Иерихон. Шесть дней вокруг него ходили. В седьмой день крикнуть попросили. И стены города вдруг развалились. И мы, мы все победой насладились. Сказали, в городе нам ничего не брать. Весь Иерихон пришлось заклять. Богат себе никто не брал. Я в этом ничего не понимал. Победа в нас уверенно вселила. Нам помогала Божья сила. То, что потом пришлось нам пережить. Об этом трудно говорить. Мы в Гае потерпели поражение. И нас постигло унижение. Неверие опустилось, как туман. А всему виной был Ахан. Мне не хотелось в это верить. Хотелось самому спросить, проверить. Ну как же так, Ахан, скажи. Про золото всю правду расскажи. Зачем одежду себе взял? В шатре все это закопал. Да и за тебя стражение проиграли. Так люди вслед ему кричали. Ахан покаялся перед Иисусом. Вы не считаете его трусом. Но он не знал про Божий приговор. Ахан, ты должен смыть этот позор. Плохие мысли гнал я прочь. Мне надо видеть его дочь. Она в шатре весь день сидит со мной и ни о чем не говорит. Движение встань и меня насторожило. Во мне вся внутренность бурлила. Без слов моя душа кричала. Но это было лишь начало. Вдруг смолкли все. Новин стал говорить. Ахан за грех не должен жить. Семья твоя погибнет вместе с ним. А имущество? Огню мы предадим. Как громко слова его звучали. Все люди камни в руки взяли и повели Ахана и его семью. А я как истукан один стою. Провожаю шествие с глазами. К Богу обращаюсь со слезами. За что? Чего один вопрос звучал? За что семью-то наказал? Обида, страх, непонимание. За что такое наказание? За то, что золото одежду взял, в шатре все это закопал? Я осуждал родных, когда роптали, когда такие чудеса вокруг встречали. Как жить? Когда обида гложет. Мне в этом кто-нибудь поможет. Я стал роптать теперь на Бога. Зачем ты судишь людей строго? Вопрос остался без ответа. Кто мне ответит за все это? На дно и после жизнь я поделил. Мне жаль Ахана, дочь его любил. Мне было больно и обидно. И конца страдания мне видно. Заметил Бог мои страдания по поводу Ахана наказания. И в сердце мне Господь проговорил. Мне встречу с другом подарил. Бог говорит через друзей, порой знакомых нам людей. Так получилось, встретился с Халевом. Он объяснил своим примером. Халев ведь тот, кто лично Бога знал. Все 40 лет сам чудеса встречал. Сказал одно, что ропот – это грех. Нельзя равняться нам на всех. На зло за большинством ты не иди. О людях по поступкам лишь судьи. Нельзя нам людям Бога обвинять. Вот что хотел тебе сказать. Когда отец в семью не дорожит и на своих путях не перестал грешить, об этом знают дети, знает и жена. На всей семье лежит тогда вина. Когда Ахан надежду в сочер внес, жена спросила, а что он ей принес? Про золото, уверен, она тоже знала. Вот вместе с ним и закопала. Все знали, Иерихон заклят. Об этом повсеместно говорят. Жена Ахана знала. Так почему людям не рассказала? Сказали, воинам ничего не брать, в руках ты должен только меч держать. Ну почему Ахан ослушался приказа? Поверь, не сожалел о том ни разу. Все 40 лет нас Бог терпел. На ропот недовольствия смотрел. Погибли все, кто из Египта вышел. Наверное, ты об этом слышал. А вас, молодых, привел Бог Ханаан. Как поступает твой сосед Ахан? Все знали, Иерихон заклят. Как Бог сказал, так надо поступать. Когда грешишь, поверь, придет расплата. Ответить должен человек когда-то. А Бог не человек, чтобы ему меняться. От слов не так просто отказаться. Когда Бог говорит, это закон. По слову Бога, заклятый Иерихон. Ведь я это слышал же Ахан. Зачем перечерпнул свой Ханаан? Халев спросил. А я не знал ответа. Мне молодому не понять все это. Одно я понял. Бог не может ошибиться. Должны предсвятостью его склониться. Я слушал, затаив дыхание. А сердце разрывалось от рыдания. С тех пор учусь я Богу доверять. А вам, отцы, хочу сказать. Пришло на сердце где-то согрешить. Подумай, как ты дальше будешь жить? Жена узнает все, узнают твои дети. Как будут жить они на свете? Не приноси домой, что не потребно. Для всех домашних это вредно. Умей сказать, греховным сайтам нет, когда заходишь дома в интернет. Жена узнает, от нее не скроешь. Даже когда ютуб-канал закроешь. О детях думай, включая телефон. Пусть заклят будет, словно эрихон. По телефону надо только говорить, а не картинки с девками постить. У нас у всех свой эрихон. И на пути твоем возникнет он. Мир бросит удовольствие к ногам. А ты, а ты направь взор к небесам. Ведь мы с тобой, отцы, в ответе, как будут жить на свете дети. Об этом думай. Вспоминай Ахана. Живите в жизни без обмана. Аминь. Живите в жизни без обмана. Субтитры создавал DimaTorzok